Что представляет собой концепция устойчивое сельское хозяйство, чем обусловлен оптимизм в турецкой экономике, какие прогнозы озвучил глава Федрезерва Джером Пауэлл касательно американской экономики и как повлияет эскалация конфликта на Ближнем Востоке на рынок нефти. Об этих темах и не только говорить будем в сегодняшнем выпуске «Финтаймс» в студии Ниги Арахманова. Здравствуйте! Создать более устойчивую, эффективную и современную сельскохозяйственную систему для будущих поколений – такая возможность открывается перед акросектором ввиду климатических вызовов. Важно грамотно воспользоваться этой возможностью, заявил министр сельского хозяйства Меджин Мамедов на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата. В рамках реформ правительство внимание уделяется эффективному управлению водными ресурсами и рациональному использованию земельными ресурсами, поскольку, по словам министра сельского хозяйства, основной целью является поддержка фермеров с современными технологиями. Бакинская климатическая неделя продолжается, и по заявлениям, озвученным в рамках мероприятия, ясно, что сегодня особое внимание уделяется сельскому хозяйству в контексте климатической повестки. Предлагаю на эту тему поговорить с доктором философии по экономике Фараджи Махундовым. Он как раз с нами на связи. Господин Ахундов, приветствую вас. Здравствуйте. Когда речь заходит о климатических изменениях, в первую очередь говорят об энергопереходе, об электрокарах, а вот аграрный сектор как-то постоянно остается на втором плане. Что представляет собой устойчивое сельское хозяйство и как интегрировать эту концепцию в Азербайджане? Ну, хотелось бы, конечно, вернуться немножко в исторические факты. Дело в том, что само человечество не всегда уделяло должное внимание экологии земного шара. И, естественно, в сегодняшний день это привело к тем проблемам, которые мы видим сегодня и в сельском хозяйстве, и в других секторах. Дело в том, что загрязнение рек в первую очередь влияет на сельское хозяйство. Удорожание энергоресурсов тоже влияет на сельское хозяйство. Сельское хозяйство в целом является очень важным аспектом в развитии любого государства. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент именно сельское хозяйство является одной из тех отраслей проблемы, которые сегодня пытаются решить именно альтернативные источники энергии. Дело в том, что мы недавно столкнулись с продовольственным кризисом. Мы увидели, как резко поднимаются цены на сельскохозяйственные продукции. И, естественно, одним из решений такого рода проблем является продовольственная безопасность. И вот к продовольственной безопасности все государства относятся максимально внимательно и стараются находить новые технологии, новые решения для того, чтобы решить эту проблему. На сегодняшний день мы видим, что и все конференции, которые проходят в Азербайджане, и будущий КОП-29, который будет проходить в ноябре, именно направлены на то, чтобы решать проблемы, в первую очередь, продовольственного кризиса и для того, чтобы уменьшить издержки расхода на производство продуктов. Вот сельское хозяйство – это очень важный аспект. Важно снижать издержки, снижать расходы и удешевлять продукцию. Это можно делать, получая энергию с возобновляемых источников энергии, будь то солнечные батареи или ветровые мельницы, или же другого рода технологии, которые сейчас существуют и присутствуют. Поэтому в этом направлении идет активная работа. Если эта проблема будет решаться, конечно же, это решит вопрос и продовольственной безопасности, и в то же время удешевить продукцию, которая попадает в прилавку населения, уже сельскохозяйственной продукцией. Естественно, это приведет к росту экономики. А для того, чтобы сохранились и укрепились позиции устойчивой практики сельского хозяйства в стране, какие препятствия стоят перед этой задачей? В первую очередь, это стоят препятствия именно устаревших систем. Дело в том, что сами фермы построены по технологиям, которые требуют больше энергии. Допустим, газовой энергии или электроэнергии, более традиционно скажем. Поэтому переделать этот завод, на это нужно требуется средства и время. И еще есть недостача технологий. Да, технологии развиваются очень быстро. Мы видим, насколько сегодня технологический сектор показывает наивысшие результаты. Если года три назад на электроавтомобиле ездило 1% населения, сейчас гораздо больше. И мы видим, что такого рода технологии применяются во всех сферах. И промышленность становится более роботизированной. На сегодняшний момент самая основная проблема – переход с традиционных фабрик, заводов к нетрадиционным, к новым. Которые работают на альтернативном источнике энергии. Поэтому это занимает время и требует больших инвестиций. В этом идет работа. И мы считаем, что она будет успешной. Немного о внешней политике. Рынок, говорят, недооценивает потенциальные риски, связанные с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. О чем пишут аналитики Goldman Sachs. Цитата. Считаем, что дальнейшая эскалация конфликта может иметь существенные последствия для рынка. Особенно, если это повлечет за собой закрытие Ормузского пролива, которое, вероятно, приведет к резкому росту цен на нефть. Действительно ли есть преуменьшение этого инцидента для рынка нефти? Или все же не так страшен черт, как его молют? И еще один вопрос. Какой может быть реакция ключевых игроков на рынке нефти, к примеру, ОПЕК, в случае значительных перебоев в поставках из-за конфликта? Ну, традиционно любой конфликт за собой ведет к повышению цен на нефть. А в связи с тем, что конфликт порой выходит из контролированную в неконтролированную часть, поэтому ломаются и логистические цепи. То есть на текущих стандартных логистических цепях происходят перебои, поднимаются риски, и цена начинает расти. На сегодняшний момент сложно говорить о том, насколько повлияет данный конфликт цены на нефть. Но мы понимаем то, что это по-любому приведет к росту цен на нефть. Дело в том, что Ближний Восток на сегодняшний момент является очень горячей точкой. Мы видим, что там конфликт идет за конфликтом, конфликты разрастаются. И даже если придется в ближайшее время эти конфликты как-то перейдут в более спокойную стадию, пройдет эта горячая точка, все равно инвесторы сразу же не смогут перейти на новые логистические цепочки. Это именно является тем фактором, который на сегодняшний момент давит на цен на нефть. Естественно, предварительно никто не хочет повышать цены на нефть. Никто не хочет перед зимой, зимним сезоном начинать повышать затраты на электроэнергию. Естественно, стараются этого избежать. Поэтому весь мир наблюдает за ситуацией, которая на сегодняшний момент происходит на Ближнем Востоке. Единственное, что нужно обязательно определиться в том, что цена на нефть очень сильно зависит от конфликтов, которые происходят на Ближнем Востоке. Я думаю, что ОПЕК будет решать этот вопрос в ближайшие недели. Какие-то решения будут. И вполне вероятно, первый этап постараются особо не паниковать. И не думаю, что будет какая-то сокращение добычи. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, что первый период будет такой, эффект ожидания. А дальше мы будем видеть уже по ситуации, как будет развиваться на Ближнем Востоке и будет зависеть от страны. Да, и многие говорят, что поддерживает сейчас рынок нефти как раз таки факторы, которые принимаются во внешней экономике. Такие как смягчение денежно-кредитной политики, продолжение сокращения добычи. Благодарю вас за подробные ответы. Напомню, на связи с нами был Фарад Шахундов. А мы продолжаем выпуск. Азербайджан вступил в коалицию министров финансов по климатической деятельности. Это открывает стране новые перспективы в борьбе с глобальными экологическими вызовами. Данный шаг укрепляет международное сотрудничество и демонстрирует приверженность Азербайджана устойчивому развитию. Министерство финансов Азербайджана стало полноправным членом коалиции министров финансов по климатической деятельности. Вступление Азербайджана в коалицию, чья деятельность во многом совпадает с задачами КОП-29, будет иметь важное значение для достижения целей, которые страна поставила перед собой. Коалиция – это добровольная международная организация, объединяющая более 90 стран, на долю которых приходится свыше 60% мирового ВВП и более 40% климатических выбросов. Азербайджан стал одной из первых стран глобального юга в организации, которая преимущественно объединяет государства глобального севера. Прежде всего, коалиция, в которую вступила Азербайджан, фокусируется на устранении и на разработке методов, действенных методов, которые могли бы снизить влияние изменения окружающей среды на глобальном масштабе. А Министерство финансов, коалиция Министерства финансов климатическим изменениям понимает, что это невозможно сделать в одночасье, и необходимо увеличить, прежде всего усилить аспект, касающийся увеличения компетенции и знаний в Министерствах финансов в странах участников. Коалиция Министерств финансов сосредоточена на повышении осведомлённости и компетенции в области климатического финансирования. Её участники работают над освоением инструментов для борьбы с последствиями климатического кризиса, уделяя внимание устойчивому финансированию и экологическим аспектам проектов. Министерство финансов Азербайджана также учитывает использование возобновляемых источников и возможность устойчивых закупок, влияя на утверждение и финансирование важных проектов. Прежде всего, будет возможность поучаствовать в различных тренинговых программах по увеличению осведомлённости и использовании различных финансовых инструментов, которые позволят непосредственно Азербайджанскому Министерству финансов применять в ежедневной деятельности инструменты, которые в глобальном уровне уже сейчас используют странами, участниками данной коалиции для борьбы с устранением последствий изменения климата. Прежде всего, это зелёные облигации, работа с карбоновыми кредитами и другими финансовыми инструментами. Кроме финансового аспекта, участники коалиции также работают над изменением стратегии бюджетного финансирования с акцентом на более устойчивого вида финансирования. Это особенно актуально для стран, таких как Азербайджан. Для финансирования проектов по снижению воздействия изменения климата требуются значительные ресурсы. Различные источники называют цифры до 8-10 триллионов долларов, необходимых для удержания роста мировой температуры ниже полутора градусов в 2030-2050 годах. По оценкам коалиции, внедрение новых технологий в ВИЭ и в различных систем, которые более устойчивых систем, проектов по всему миру может привести до 27 триллионов долларов до 2030 года дополнительного позитивного влияния, то есть увеличения ВВП, так и создания огромного количества новых рабочих мест по всему миру. Именно поэтому коалиция сейчас принимает проактивные меры для того, чтобы обеспечить более плавный климатический переход. В целом, коалиция сосредоточена на привлечении финансирования, необходимого для достижения этих целей. Министерства финансов осознают свою роль в этом процессе и начинают играть более активную позицию. Помимо внутренних изменений в их работе, особое внимание уделяется внешним источникам финансирования. Это открывает не только дополнительные ресурсы, но и новые возможности для стран. Сабина Мурадова, CBC. Первое место в мире номинации «Инновационная методология строительства». Так, Международная дорожная федерация оценила проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Достижения Азербайджана в сфере дорожной инфраструктуры высоко оценили в болгарском Пловдиве. Проект автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, представленный на премию Европейское и Центрально-Азиатское региональное мастерство 2024 года, был выбран Международной дорожной федерацией как победитель в категории «Инновационная методология строительства». Как генеральный секретарь конференции европейских директоров автомобильных дорог, поздравляю вас с получением награды Международной дорожной федерации. Реализованные вами проекты заслуживают высокой оценки. И я уверен, что есть достаточно позитивных вещей, которые можно сделать в вашей стране в сфере дорожной инфраструктуры. На церемонии награждения представитель Государственного агентства автомобильных дорог рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане после победы в 44-дневной Отечественной войне. На территории Карабахского и Восточно-Загизузского экономических районов в рамках первой государственной программы «Великое возвращение» на основании распоряжений главы государства ведется строительство 45 автомобильных дорог. Общая протяженность магистрали – более 3000 километров. В рамках программы успешно реализовано 7 проектов общей протяженностью дорог более 254 километров. Я хотел бы высказать свое мнение о проекте современной дорожной инфраструктуры, реализуемом в Азербайджане. Должен отметить, что важным аспектом представленного нам здесь проекта является то, что работы были выполнены в срок и на высоком уровне. Проект выполнен по известным нам западным стандартам. Дорога будет выполнять функцию транспортной развязки, соединяющей и Европу, и Азию. Поздравляю вас с получением награды Международной Дорожной Федерации. Это большой успех. Поздравляем вас с достижениями вашей страны в сфере дорожной инфраструктуры, особенно с мерами, принятыми в сфере безопасности дорожного движения. На автодороге Ахмедбели-Физули-Шуша протяженностью 81 километра 700 метров построено 11 мостов, 7 туннелей и 9 виадуков. Работы проводились по последним технологиям. Стоит отметить, что победителя престижной награды выбирало независимое международное жюри, судьи и волонтерское руководство Глобальной Федерации, каждый из которых является экспертом в дорожной транспортной отрасли. Самира Рзаева, CBC. Азиатский банк развития утвердил предоставление Азербайджану кредитов 47 миллионов долларов. Средства предназначены для проекта цифровой трансформации закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги». Финансирование позволит модернизировать систему, повысить безопасность, надежность и эффективность железнодорожных сетей республики. Проект направлен на поддержку цифровизации ключевых процессов АЖД, включая управление перевозками, активами, планирование и управление инвестициями. Также в центре внимания цифровизация системы обработки данных клиентов и корпоративных функций. В банке считают, что это имеет решающее значение для повышения операционных эффективностей, конкурентоспособности и полного использования роли Азербайджана в региональных транзитных коридорах. Также цифровизация улучшит операционные и финансовые показатели АЖД за счет оптимизации управления данными, активами и общими железнодорожными операциями. Ситуация в экономике Турции дает повод для оптимизма. Об этом заявил вице-президент Джевдет Йелмас. Политик подчеркнул решимость правительства в обеспечении долгосрочных темпов роста. Также увеличивается и приток в страну иностранных инвестиций. Увеличился интерес зарубежных компаний к инвестициям в Турцию. Вице-президент Джевдет Йелмас объявил в эфире местного телеканала, что готовится крупный пакет капиталовложений в республику. Турция – это страна, которая стабильна, имеет четкую политику и обеспечивает предсказуемость. Резюмировал политик. «Компания, принадлежащая Саудовской Аравии, хочет инвестировать 5 миллиардов долларов в Турцию, в энергетические и другие секторы. Наши министры и наш президент встретились с инвесторами в США. В какую бы среду мы ни пошли, мы видим интерес. Мир оказывает нам такую очень серьезную услугу. Турция находится в центре внимания, и мы увидим последствия этого». Государственные и частные секторы объединены посредством механизма Координационного совета по улучшению инвестиционной среды, указал вице-президент. Также Йелмас призвал население страны не верить негативным прогнозам и не следовать систематическим спекуляциям по поводу экономики. Он особо отметил решимость правительства Турции обеспечить долгосрочные темпы роста ВВП и стабильность цен. «Импорт снижается, экспорт увеличивается, доходы от туризма растут, а дефицит платежного баланса снизится до 1,7% к концу года. Только за последние 7 месяцев объем прямых иностранных инвестиций в экономику Турции превысил 6 миллиардов долларов, а к концу года эта цифра достигла 10 миллиардов долларов. Рост сам в стране прогнозируется к концу года на уровне 41,5%. Только за последние три месяца инфляция в стране снизилась на 23,5 пункта, до 52%. Пик роста цен был зафиксирован, когда в Турции инфляция достигла 75,5%. Экономика Турции становится все более устойчивой к рискам, что является результатом наличия мощной инфраструктуры и производственной базы. Политик выразил уверенность, что уровень инфляции в стране снизится до 20% к концу 2025 года. Джевдет Елмаз заверил, что ситуация в экономике Турции дает повод для оптимизма. Самира Рзаева, CBC. Экономика США в целом сильна и за последние два года достигла значительного прогресса в достижении целей двойного мандата. Это максимальная занятость и стабильность цен. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса США в Нэшвилле. Инфляция в США снизилась. Она находится на устойчивом пути к 2% в год. Глава Федеральной резервной системы США выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса, которая транслировалась в прямом эфире на платформах ФРС. По словам Джерома Пауэлла, решение Федрезерва о снижении процентной ставки отражает растущую уверенность в устойчивом развитии экономики страны. Многие показатели демонстрируют, что рынок труда стабилен. Безработица находится в пределах оценок её естественного уровня. Увольнения низкие. Доля в рабочей силе лиц в возрасте от 25 до 54 лет, так называемом «основном возрасте», близка к историческому максимуму. А уровень участия женщин основного возраста продолжает стремиться к новым максимумам. Реальная заработная плата растёт устойчивыми темпами, в целом соответствуя росту производительности. Соотношение вакансий и безработных неуклонно снижается. Открытых вакансий по-прежнему больше, чем людей, ищущих работу. До 2019 года это было редкостью. За последние 12 месяцев, по словам главы ФРС, общая и базовая инфляция составили 2,2% и 2,7% соответственно. Последние данные указывают на дальнейший прогресс дезинфляции в направлении устойчивого возвращения к 2%. Цены на основные товары упали на 0,5% за последний год, что близко к темпам до пандемии, поскольку узкие места в поставках ослабли, отметил Пауэлл. В последний год мы продолжали наблюдать устойчивый и здоровый прирост рабочей силы и производительности. Наша цель всегда заключалась в восстановлении стабильности цен без болезненного роста безработицы, который часто сопровождал усилия по снижению высокой инфляции. На протяжении большей части последних трех лет инфляция значительно превышала нашу цель, а рынок труда был чрезвычайно напряженным. Соответственно, мы сосредоточились на снижении инфляции. Сохраняя ограничительную денежно-кредитную политику, мы помогли восстановить баланс между спросом и предложением в экономике. Если экономика будет развиваться согласно ожиданиям, монетарная политика со временем сместится в сторону более нейтральной позиции, пообещал Пауэлл. Решения ФРС будут приниматься на основе тщательной оценки поступающих данных, заключил глава Федрезерва. И уже вскоре выступление Джерома Пауэлла оказало на рынках поддержку доллару, отметили аналитики. В завершение взглянем на ситуацию с американскими фондовыми индексами и ценами на нефть. Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и здравоохранения. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Доу-Жонс вырос на 0,04%, достигнув исторического максимума индекс СНП-500 вырос на 0,42%, индекс технологического NASDAQ вырос на 0,36%. Котировки нефти стабильны в первый день четвертого квартала. Трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке. Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хизбуллы в приграничном районе на юге Ливана. Фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже подорожали на 0,11% и сосредоточились на отметке 71 доллар. В понедельник Brent подорожала на 16 центов. Ноябрьские фьючерсы на WTA к этому времени дорожали и сосредоточились на отметке 67 доллар в 46 центов, понизившись на 0,12%. Цены одного барреля азербайджанской нефтемарки Azari Light на мировом рынке также понизились. Снижение состоялось на 84 цента или по-другому на более чем 1%. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и следите за экономической повесткой дня. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!